Итак, продолжим модную тему нынче, тему детокса. Детокс и питание. Вот эту вот тему сейчас мы будем разбирать. Так как она сейчас наиболее широко используется, рекомендуется различными авторами. Поэтому хотелось бы узнать, насколько питание может быть эффективно в целях очищения организма, нейтрализации ядовитых веществ и прочего. Как правило, используют детокс для того, чтобы сбросить вес, ну и немножко почиститься. Значит, какие основные показатели должны быть в питании для того, чтобы началось очищение, детоксикация? Ну, прежде всего, очищение и уменьшение веса. Это количество пищи, ее колораж должны быть меньше, нежели были до этого. То есть, чтобы поток веществ в клетках был меньше, чем поток веществ, идущих от клеток, и чтобы он его не перекрывал. То есть, этот поток изнутри наружу был более, так сказать, свободен. А для этого, естественно, необходимо как ограничить его питание, так и использовать такую пищу, которая, будем говорить, не препятствовала бы этому, а это менее вязкость, менее жирная, ну и естественно, вязкость и сладость это одно и то же примерно, жир и вязкость это тоже одно и то же, плотность, плотность, это тоже, чтобы меньше было крахмалистых клеев, то есть, это меньше выходит и крахмалистой пищи, то есть, это в основном где-то будут, лучше всего будут, это соки свежевыжатые, потому что необходима еще активность, которая бы в виде ферментов позволяла бы там дакислять что-то, структурированная вода, чтобы промывать соединительную ткань, вымывать оттуда различные шлаки и быстрее их подводить к органам выделения. То есть, пища должна быть большей частью жидкая, и лучше всего для этой цели будут подходить свежевыжатые соки. Выжжили сразу, опа! И запах освежает, успокаивает, снимает разного рода воспаление, более того, смотрите, мы все это свежевое сделали, значит, здесь имеются микроэлементы, которые будут укреплять наши ноготки, наши волосы и кожу, также способствуют тому, что, как мы уже ранее в какой-то из передач разговаривали, что он еще способствует тому, что нормально работает печень и что-то там с желтой желчью. Да, 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 способствует выведению этой желтой желчи, или способствует тому, чтобы она образовывалась. Ну, в общем, желтая желчь, как вы рассказывали, это этап работы печени. Для того, чтобы она разжижалась и лучше проходила по печени. Вот это самая желтая желчь. Да, потому что мы в основном используем сладкую, жирную, крахманистую пищу, от которой наша желсть становится более густая. Для того, чтобы она была. Знаете, что со мной произошло? Да, что со мной произошло. Благодаря этому соку я узнала истинный вкус огурца. Употребили. Как правило, употребление этих соков доходит, чтобы был какой-то эффект, чувствовался. Ну, чтобы где-то литр в день, то есть человек, весящий примерно килограмм 70, а чем больше, тем еще больше эта пропорция, он должен употреблять где-то литр-два в день. Для того, чтобы хорошо шло промывание организма, заработали почки, заработала циркуляция, заработало окисление. Все эти шлаки, будем говорить, и токсины начали нейтрализоваться и выводиться. То есть это не просто так, знаете, стаканчик сока выпил и все, на этом закончилось. Какие соки теперь далее, какие соки использовать для детокса с помощью сокотерапии? Это лучше всего пойдут овощные соки. В качестве основы в основном берется это морковный сок и к нему, допустим, уже добавляется сок свеклы, там сельдерея, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть отлично действует. Можно использовать в качестве основы и яблочный сок, а к нему уже добавлять остальные, там свекольный сок, сельдереевый сок и так далее. Яблочный и свекольный обычно не совмещаются, потому что это, будем говорить, своего рода основы, это фруктовая основа, это овощная основа, чего их мешать? Просто-напросто в качестве основы, если овощного сока вы берете морковный сок и в качестве фруктовой основы вы берете яблочный сок свежевыжатый и у него уже добавляете. То есть это будет более лучший вариант, ну по крайней мере я так поступаю и доволен. То есть количество соков должно быть довольно-таки большим и знаете, вот я когда использовал сокотерапию, где-то я по 2 литра морковного сока выпивал в день, от литра до 2, а то даже и более. Далее, и примерно следующее шло, вот вы начинаете выпивать сок, если вы в первый раз этим делом занимаетесь, то организм сам подсказывает, а вам хочется больше, 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 вы пьете, 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 допустим, попили 2-3 недели, а потом только хопа, вам не хочется. Все, детокс с соками окончен. Не надо себя насиловать. Далее, далее значит, что использовать помимо соков. Можно использовать талую воду, это более дешевый вариант. Она тоже начнет промывать, вымывать организм. Ну, примерно выпивать в день до литра и более талой воды. Талая вода действует только тогда, когда в ней еще плавают кусочки льда. О том, как ее приготовить, это все можно найти. Не буду на этом, я сейчас заострять внимание. Талую воду. Далее, существует лечение или как раз очищение с помощью лимонной воды. То есть, вы, говорит, вот можете так в талую воду, ну пусть она там нагреется, там комнатной температуры будет, выдавливаете там сок лимонов или вообще можно использовать сок лимонов, причем количество лимонов поражает, которые используются для этих целей, там 20 лимонов в день и более. Вот, которые начинают растворять, нейтрализовать разного рода, значит, токсины, яды, шлаки и все это докисляя, выводить из организма, что-то растворять, особенно, допустим, если имеются проблемы в почках. Ну, это надо более тщательно посмотреть у меня в книгах, как это там рекомендуется, как и что делать. Сразу же я предупреждаю, если вы будете использовать фруктовые соки, ну, допустим, апельсин с грибфрутом, там, да, хотя бы тот же яблочный сок, лимонный сок, то надо поберечь и мать зубов. Фруктовые кислоты могут ее растворять, ну, за 2-3 дня. То есть вы должны к этому быть готовы, поэтому очень осторожно там через трубочку или еще как-то там употребляйте. Существует интересная схема детокса с помощью применения цитрусовых соков, там оно указано в моей книге, там пропорции, допустим, половина цитрусовых соков, там апельсина, грибфрута или там лимона, а половина воды. И, значит, что делается, чтобы все это дело быстрее? Человек принимает слабительное, начинается процесс очищения, запускается, значит, очищение через желудочно-кишечный тракт, то есть человека поносит, и жидкость выбрасывается, а он в это время пьет, где-то выпивает в день до 4 литров вот такой вот жидкости. Вся процедура занимает примерно дня 3, максимум там 4, за это, значит, количество уходит большое, большой объем воды из соединительной ткани, то есть те, кто делал, говорят, о, очищение такое вот, то есть когда, допустим, очищен желудочно-кишечный тракт, это чувствуется, когда очищена печень, это тоже чувствуется, но когда, говорят, вот эти вот, значит, жидкостные среды организма очищены, то есть примерно в течение этой процедуры у вас меняется, это, ну, может быть так, литров до 10 вот этой вот лимфы, межклеточной жидкости, то, говорят, самочувствие совершенно иной, волшебная сила и так далее и тому подобное. То есть вот такой вот детокс с помощью соков. Ну, там еще используют, ну, можно использовать там различные отвары, настой и так далее, и так далее, насколько это эффективно, против того, что я сказал, ну, покажет практика, но я перечислил вам наиболее эффективные методы. Далее, что у нас далее идет с помощью питания, это использование свежих овощей, фруктов. Еще раз, как я повторю, с фруктами, особенно кислыми, да и сладкими, там есть фруктовые кислоты, все это дело действует на эмаль зубов. Особенно у кого зубочувствительные, эмаль слабая, это ощущается практически с первого дня. Дальше могут тоже только усугубиться все это дело. Значит, вы используете салаты, можно тушеные овощи в теплом виде, то есть, тушили и сразу же съели. Меньше крахмала, меньше жиров, то есть, крахмалы исключаются для того, чтобы хорошая детоксикация произошла, так мол, детокс. Вот, исключаются крахмалы, жиры, белки тоже не нужны. Почему? Потому что они тоже плотные вещества, и они, ну, будем говорить, ухудшают процесс очищения организма. То есть, на такой, как бы сказать, в таком питании человек там находится от недели там до двух, в результате чего идет очищение. Значит, что тут еще? Мы с вами говорили, используются различные энтеросорбенты. Энтеросорбенты, ну, например, вы можете пить глиняную воду для того, чтобы ушло очищение. Ну, насколько это эффективно, я особо сказать не могу, хотя я все это дело применять применял. То есть, какие-то ощущения есть положительные, но насколько это положительно, трудно сказать. Смотрите, что еще? Различные энтеросорбенты в виде там клетчатки, там, которые находятся, вот, и в этих овощных соках, которые находятся в салатах. Естественно, они тоже будут очищать желудочно-кишечный тракт, что немало важно. Тоже какой-то эффект будет? Несомненно. Поэтому, да, используя питание, питание первое, самое простое, это сокращая его прием. Уже вы увеличиваете выход из клеток разного рода веществ и шлаков к органам выделения, этот поток, даете ему предпочтение, и он начинает, он может работать более эффективно. То есть уменьшение питания. Далее, если вы хотите вообще улучшить текучесть всех ваших сред, добавить, значит, активные вещества, которые начнут окислить на работу, нейтрализационную работу, то вы используете свежевыжатые соки. Овощные, фруктовые. Подчеркну, что фруктовые соки будут все-таки влиять на зубы, а вот овощные соки нормально, они будут работать. Далее, значит, клетчатка в виде этих салатов будет все это делать, значит, у нас там, как бы сказать, есть такие салаты-метелки, очищать, подметать тонкий кишечник, толстый кишечник, то есть почистить все это такое. Вот. И в целом это будет благоприятно. Значит, использование теперь вот я сказал основное, да? Мы с вами не разобрали понятие голодания и понятие пост. Я бы хотел на этом остановиться более подробно в других выпусках детокса. Поэтому я пока это все опускаю. Вот. Что касается смузи различных, то, естественно, естественно, если ими заменить то питание, которое раньше у вас было, в какой-то мере они начнут действовать. Не без того. Особенно вот то, что я рекомендую с проросшей пшеницей, тут будет и такое питание хорошее, и стимуляция перистальтики, и будут, значит, энтеросорбенты различные, которые будут все это дело делать. Но слишком увлекаться этим процессом все-таки не следует. Вот как они говорят, там недельку, максимум другую, потому что люди разные, у них это все нормально прошло, у других в зависимости от индивидуальной конституции это чрезмерно повлияло на перевозбуждение какого-нибудь жизненного принципа. В основном перевозбуждается, что это ветер. Сухость и холод в организме появляются, и вместо того, чтобы шел процесс детоксикации, очищения, организм высыхая запирает все эти шлаки в себе, и получается еще хуже, чем до этого было. По добавлению, допустим, таких веществ, которые имеют взгучие свойства, типа там имбиря, ну, я про лимонные соки говорил, и так далее, которые начнут усиливать окислительные процессы, то есть шлаки, которые есть, яды, которые есть, их надо, как бы сказать, окислить, пережечь, сделать более, так сказать, удобными для выведения, и потом выводить. Поэтому добавляются такие живучие специи, приправы и прочее, прочее, для того, чтобы этот процесс, как бы сказать, активировать. Ну, очень хорошо, если в сумме подходить, добавить, допустим, парную сока, допустим, терапию, свежевыжатые соки, сочетать с парной, там хотя бы через день не очень ходить. Вот это было бы очень-очень интересно. То есть, детоксикация с помощью продуктов питания имеет место быть, но имеет свои частности. И смузи, которые рекомендуются, это самый, так сказать, знаете, минимальный путь, по которому рекомендуют следовать для того, чтобы получить там какой-то эффект. То, что я перечислил, будет давать гораздо больше эффект, но, естественно, требует от человека уже больше затрат. Это по минималочке раз, а-а-а, легче всего что-то там скушать и ожидать, что произойдет очищение. Более, более сложно это запустить, активировать процесс очищения осознанно и поддержать его какое-то время для того, чтобы это все произошло. Подготовить все эти там вещества, в первую очередь, допустим, к тому, чтобы они начали выделяться, этот процесс какое-то время поддержать, а потом грамотно из него выйти, чтобы не было никаких последствий, потому что это все-таки нагрузка на организм человека. Детокс.